Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас канун Старого Нового Года, 13 января. Ну и ко мне пришел такой челлендж от «Моя семейка Беларусь» рассказать, чем для нас был этот 2018 год, что интересного в нем происходило. Ну, не знаю, для нас этот год был, наверное, слава Богу, спокойным. Были такие немножко поднятия и падения. В чем? У нас больше всего в этом году мы делали покупки. Покупки, которые мы долго ждали, обдумывали. Это покупка, получается, второй теплицы. Купили диван себе в зал с комодом, со столом. Потом, что мы купили? Купили мы сейчас стулья, ездили, вот сейчас праздничные эти дни были, и ездили, купили себе кухонные стулья. Вот, стол кухонный, бассейн, вот такие приобретения. Ездили отдыхать, боулинг, KFC, дальше в аквапарк, в Кобрин. Конечно, на море мы еще не разбогатели, но, надеюсь, когда-нибудь мы на него насобираем и поедем. Хозяйство, конечно же, не отпускает, некому быть с хозяйством. Я здесь одна, помочь мне некому, поэтому как получается, так получается. Вот, какие падения? Купили диван, я вам показала, через пару дней получился казус, что покрывала его, покрасила. Купили бассейн, упала стойка от бассейна, мы его продырявили. Ну, остальное так вроде ничего. Ну, болеем, выздоравливаем. Дай Бог, главное здоровье. Вот, чтобы дети были здоровые, и мы были здоровые. Остальное, дай Бог, все приложится. Было бы здоровье, силы и голова на месте, и как-то можно, дай Бог, справиться со всем. Когда нету здоровья, уже ничего не хочется. Вот, дальше про хозяйство. Ну, в следующем году мы еще будем держать гуси, а там, может, говорит, посмотрим, потому что корма дорогие, и у нас негде их пасти. Если было где пасти, был бы, ну, бассейн, говорю, было бы озеро, канава или речка, то там, конечно, проще. Вот, а так, в этом году, получается, у нас, ну, я много вывела, продажи были небольшие, мало продала, и все они остались у меня, и поэтому очень большой расход корма был, и мы с мужем подумали, что столько мы, мы же все равно их не продаем, мы выращиваем для себя, столько мы держать не будем. Вот, может, потом возьмем опять поросенка, посмотрим, потому что свиней тоже мы держали, держать тоже невыгодно, потому что у нас негде взять, по крайней мере, для нас негде взять подешевле корма, вот, все приходится покупать по ценам, которые в магазине, или даже вот в колхозе, тоже цены немаленькие, поэтому для нас невыгодно, может, у кого есть возможность доставить, кто в колхозе работает, у кого свои большие делянки, у нас все-таки небольшой участок, у нас 17 соток, вот, и большая часть здесь занята деревьями, теплицей, и как такового места, где пастись им и выращивать для них корм, у нас нету, вот, так что держим мы курочек, кусики еще, мне, конечно, не хочется с ними расставаться, но посмотрим, посмотрим, может, мужу уговорю и не расстанемся, вот, теплицы нам понравились, в следующем году мы постараемся поменьше огурцов, ну, потому что огурцов было очень много, вот, сеять, вот, ну, вот такой год, цены растут на все, но главное, чтобы были мы здоровы, я так считаю. Остальное все я вам показываю в своих видео, спасибо, что смотрите нас, детки очень радуются, когда вы их валите, спасибо, что смотрите нас, остаетесь с нами, в этом году нас уже больше 50 тысяч, и очень рада этому, что у вас столько много, просмотров, конечно, на видео не так много, но я понимаю то, что у меня канал не тематический, у меня здесь собрано все, все, что я знаю, для себя, как бы я делаю, как блокнотик записной, я здесь делаю и рецепты, и какие свои знания, что узнала, я выкладываю, и вот, как чай делать, как мыло делать, как жир топить, забой птицы, это как бы такая вот записная книжечка, в которой я стараюсь все записать для себя, чтобы не забыть, ну, и кому интересно, мне не жалко поделиться, вот, своими знаниями, может, я не все точно так знаю, конечно, я не говорю, что я такая идеальная, у меня тоже какие-то ошибки есть, и вы мне помогаете их исправить, советы даете, общаемся, здесь сижу, никого нету, поэтому мне интересно то, что вы пишете комментарии, пишите побольше, я каждое утро открываю, смотрю, что мне еще там написали, так что, это, если у вас есть желание написать, не стесняйтесь, пишите, мне очень приятно почитать, если вы даете какие-то советы, или интересные рецептики, мне тоже это очень интересно, так что, спасибо, что вы есть, год нормальный, дай бог, что все такие года были, ничего плохого, ничего сильно такого хорошего не было, в пределах нормального, полоса белая, полоса черная, вот, конечно, ну, не знаю, меня пока, слава богу, все устраивает, Антошке в этом году 18 лет исполнилось, он уже, он уже совершеннолетний, поэтому мы в этом году стали не многодетной семьей, а уже мы обычная семья, с еще одним взрослым человеком, который выходит в жизнь, учится, учеба дается тяжело, но, дай бог, справимся, вот, найти хорошую работу, и уже один мой ребенок будет устроен в жизни, все, всем спасибо, что были со мной, заходите на мой канал, подписывайтесь, будем общаться, пишите комментарии, все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok